Всем привет! Итак, это мой небольшой опыт использования и отзыв о таком стекле, как ZNP. Вот такое вот стекло за полтора доллара я заказал. Даже не одно, а два в комплекте было. Вот одно из них осталось. Стекло неплохое. Сейчас расскажу о том, какими оно обладает плюсами и какими, конечно же, минусами. Потому что за такую цену у стекла не может не быть недостатков. По поводу самого стекла. Я проверю его прочность еще. То есть я его разобью после того, как сниму. Вот сейчас, в конце этого видео. Но перед этим я вам скажу о том полеофобке. Значит, олеофобка у него неплохая. Мне нравится, какой он приятный такой, знаете. Конечно, дородной далеко, но за эти деньги она неплохая. Отпечатки собирает. Отпечатки собирает очень хорошо. То есть я сейчас специально так понатыкаю для вас. И вы сами сможете увидеть, что отпечатков здесь просто немерено. Обратите внимание. Ну, весь он усеян отпечатками. И еще под определенными углами, вы наверняка заметили, здесь проявляется бензиновое пятно. Я не знаю, будет ли вам видно, но это очень тяжело увидеть. Вот сейчас, например, можно заметить. Очень тяжело увидеть глазом. Даже камера его фиксирует. А глаз, например, глазом я его не вижу. То есть, чтобы его увидеть, нужно, чтобы определенным образом упал свет и так далее. То есть, ну, такая тонкость. Я наклеил его, ну, скажем, не совсем идеально, не совсем ровно, но максимально ровно. И, вы знаете, ну, неплохо. Но, опять-таки, перед поклейкой обратите внимание, что вам нужно будет, чтобы вот эти кнопки были четко. Вот обратите внимание, у меня они смещены. То есть, получается, вот эти кнопки у меня подсвечиваются там, чуть-чуть выше. Вот на них нужно ориентироваться, а не на глазки камеры, как это сделал я. Что мне еще не понравилось, помимо того, что собирает отпечатки, это вот это окошко непонятное. Зачем они его так вырезали по-уродски? Это выглядит некрасиво. И еще они обещали, что цвет будет в цвет телефона. То есть, такой немного пурпурный, знаете, такой немножко жемчужный. То есть, Samsung, он в оригинале, он не белый, это так он называется, белая лицевая сторона, но он слегка пурпурный. А здесь стекло у нас белое. То есть, ну, я не знаю, я, честно говоря, был недоволен, что такая разница в цвете, и стекло действительно бросается в глаза. Но, в любом случае, я походил с этим стеклом, ну, сколько времени? Ну, достаточно прилично, и оно меня защищало от разных совершенно ударов, падений. На нем, конечно, остались коцки, различные эти вот. Вот я сейчас попробую его протереть, и вот обратите внимание, на нем есть различные царапины. Постараюсь их максимально так показывать под разными углами, чтобы вы их заметили. Есть, есть эти царапинки, их немного, но они есть. И это стекло я вообще не жалел. Я ставил и с ключами, и с чем угодно. Оно царапалось, ну, просто вот, обо все, что можно, и ударялось это стекло. Но, как видите, оно осталось целым. Сам экран остался целым тоже, то есть, в принципе, я доволен по надежности и по всему остальному. Давайте мы его снимем сейчас, так как я буду клеить в другом видео стекло от компании Sarkozy, которое мне вот уже пришло, и буду, скажем так, делать выводы по поводу его прочности. За опыт использования никаких претензий у меня к нему не появилось. Оно действительно достойное, качество четкое, но у меня претензия к тому, что остаются следы и к тому, что вот так по-уродски все сделано. То есть, это некрасиво, просто эстетически это некрасиво. Остальное я могу только похвалить. За эти деньги это, наверное, лучшее стекло, которое можно заказать с Алиэкспресса. Ссылка на него будет в описании. Впервые у меня такая сильная проклейка стекла происходит. Обычно стекла снимаются очень легко. Здесь же, в общем-то, само стекло, насколько вы знаете, оно не прилегает полностью к экрану. Оно прилегает только по краям. И вот по краям находится специальный клей, который вот достаточно прочный оказался. И, вы знаете, его, чтобы отклеить от экрана, еще нужно постараться. Но ноготочком все это дело можно поддеть. И все отлично у нас отстает. Само стекло очень необычное. Оно не толстое. Но при этом, как вы могли заметить, за все время, пока оно у меня было, я, честно говоря, даже не помню, может, около месяца, чтобы не соврать, оно себя проявило с хорошей стороны. То есть, не треснуло, не разбилось и так далее. Ну, вот сейчас при снятии, конечно, я его повредил. Повредил. Да, вот так вот надвое расколол. Но, в любом случае, это еще не самый худший сценарий. Так, в общем-то, снялось оно неплохо. Здесь на самом стекле у меня были коцки, которые я успел поставить. В общем-то, пока пользовался этим смартфоном. Там несколько, не помню, месяц, по-моему, пока не пришло это защитное стекло. Так что, буду его прикрывать, потому что очень жалко будет разбить экран. Он очень дорогой, его очень долго нужно ждать, пока он придет в наличии, не знаю, есть они или нет. Стоит ремонт такого дисплея где-то долларов под 50. Учитывая то, что сам смартфон я купил почти за 150. Так, пробуем наше стекло на прочность. Сейчас мы его так вот приклеим и начнем разбивать. Ну, как вы можете заметить, вообще ему не страшно никакие удары. И теперь пробуем его бить вот такими достаточно острыми углами. Не страшно ему вообще ничего. То есть, по линии разлома, когда я снимал, да, вот тут есть в момент удара какие-то коцки. А так вообще ему плевать. И теперь максимально остро будем его вот так вот портить, царапать. И посмотрим, что с ним произойдет. И что вы можете заметить здесь? А то, что царапин на нем практически нет. То есть, оно очень хорошо держит удар. Реально хорошо защищает. То есть, стекло могу рекомендовать от себя. Могу сказать, что, ну, если бы у меня не было денег на более дорогое стекло, я бы с ним ходил. То есть, я с ним ходил месяц. В принципе, меня устраивало. Но всегда хочется чего-то побольше, получше. Поэтому я купил саркоси. А теперь максимально разбиваем его. Ну, вот в таком жестком тесте, конечно, оно... Видите, я даже ламинат повредил. То есть, оно уже, конечно, не выдержало. Такие жесткие испытания. Как будто бы пули его пробивали. Но при этом, обратите внимание, оно не растрескалось полностью. Буквально легкая паутинка пошла. А так оно держится. Могу сказать, что за эти деньги, за два стекла, там, по 75 центов выходит по 70. Это крайне годно. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Если есть что добавить, пишите в комментарии. Ссылка на стекло в описании. Там же ссылка на кэшбэк. Надеюсь, мой опыт был вам полезен. Пока.